Ребята, всем привет! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня буду записывать для вас интересный обзор Скорее всего, будет обзор называться Копия Xiaomi Redmi Note Или подделка Ну и, собственно, об этом речь и пойдет Скажу пару слов предусловия Есть у меня товарищ Знает он, что я занимаюсь китайскими смартфонами Что интернет-магазин, все дела Вот эти вот И вот он ко мне обратился с просьбой Что купил с Алиэкспресса Xiaomi Redmi Note Пришел с английским языком Я его пытаюсь прошить И, кроме как в кирпич Он не прошивается То есть загоняется только в кирпич Я говорю, ну без проблем, давай попробуем Мы эти модели продаем С прошивками знакомы, будем пробовать Наши люди пробуют И все то же самое Ничего не получается Не прошивается он официальными прошивками Теми, которые подходят обычно Вот что-то не так Тогда я подумал о том, что Нужно зайти на форум Нужно почитать Может есть какие-то отзывы Может есть какие-то нюансы И на форуме я обратил внимание Что существуют некие подделки На Xiaomi Redmi Note И я начал осматривать коробки Комплектации Ну и сам внешний вид смартфона Вот в такой вот коробке Вот такая вот коробка Поставляется оригинальный Xiaomi Redmi Note Вот в такой вот коробке Вот он у вас справа Вот в такой вот коробке Приехал смартфон с Алиэкспресс К моему товарищу Вот в такой вот Без опознавательных знаков Внутри лежала Еще одна коробочка Вот такая вот Здесь больше ничего нет Вот такая коробка Xiaomi Redmi Note Здесь есть Вся необходимая информация Первое, что меня смутило Человек заказывал WCDMA версию 2.8 MTK 6592 Обращаю ваше внимание Здесь вот на что На самой коробке На красном логотипе Вот эта вот надпись TD CDMA А уже на вот этом вот логотипе У нас идет WCDMA версия Вот это меня смутило В первую очередь Ну в принципе логотипы Все вроде бы Все как полагается То есть все как должно быть Вот например Логотипы Ну видите Немножко по другому Эти логотипы Смотрятся И они по другому отображаются Здесь все четко Здесь WCDMA на красном фоне И WCDMA версия На стикере По комплектации Давайте пока Смартфоны уберу дальше В принципе Здесь все стандартно Каких-то особых Ну вот зарядка Вот такая вот Ну это все в общем Не особо интересно Потому что комплекты Плюс-минус одинаковые Давайте разбираться Непосредственно С нашими смартфонами Значит Внешне Смартфоны полностью идентичны То есть Вы видите Лицевая панель Есть сенсорные кнопки Они светятся Ну буду сразу говорить вам Что справа у меня оригинал Слева копия Подделка Вот в копии Эти кнопки светятся Немножко ярче В оригинале Кнопки светятся Но они светятся так По серьезному По корпусу Никаких Отличий здесь нет Единственное что Глазки камер Отличаются Здесь Фронтальная камера Вот такая синенькая Здесь немножко По другому Это все Вот оно вот так вот выглядит Сзади крышка На оригинальном Xiaomi Redmi Note Она белая и она с такими Отблесками У копии У подделки Эта крышка Она тоже белая Но такой как будто Оттенок грязноватости То есть Она не такая Не кристально белая В оригинале приходит Вот такая вот Всегда закрытая Мы их обычно снимаем Проверяем камеры Не знаю Честно как было здесь Потому что мне уже Этот смартфон достался После использования По корпусу По сборке Смотрите У копии Я заметил Что вот есть Во первых Скрипы Вот такие И небольшой Люфт Если мне не изменяет Память В оригинальных Моделях Во первых Никаких поскрипываний Нет Никаких люфтов Нет Спорка Лучше Давайте уже посмотрим Что у нас Под Крышкой Какой у нас Аккумулятор Что там у нас Внутри Здесь у нас Все в принципе Достойно Опять же Камеры Отличаются Глазки камер Вот такой вот Глазок камеры Оригинала Вот такой вот У подделки Вот такая вот Информация У оригинальной Модели Со всеми Имеями То есть Логотипы У подделки Информация Тоже в принципе Такая же Тоже стикеры Тоже WCDMA То есть По внешнему виду Если вот так вот Не держать И не всматриваться В два смартфона То по хорошему Очень тяжело Будет что-либо Распознать Нам очень повезло Посчастливилось просто Что мы Наши мастера Смогли Прошивку эту Восстановить Ничего прошить Не удалось Просто Был сброшен Сделан сброс После этого Смартфон включился И вышел Из состояния кирпича Что я хочу вам Сказать по поводу Внутренности Этих смартфонов Те кто не сталкивался Со смартфонами И те кто Ну допустим Вот впервые Покупают себе смартфон Вас очень легко Обмануть Потому что Китайцы научились Делать Софт Научились делать Антуту Тот который будет Показывать Информацию Не ту которую Вы хотите увидеть На самом деле А ту которую Производитель Или вот этот вот Продавец Хочет показать вам Еще скажу Что Очень большую Ошибку Допустили Китайцы Допустил Продавец Что они Не потрудились Сделать Нормальный Русский язык В этом смартфоне Потому что Почему мы начали Прошиваться Грубо говоря С этим смартфоном Потому что Здесь не было Русского языка И Плеймаркета Нет То есть Нормально Полноценно Пользоваться Мой товарищ Просто напросто Не смог Именно поэтому Он захотел Его прошить Это все Закономерное Такое Решение И в этом После этого Начались приколы Начались проверки И в общем Мы поняли Что это Подделка По поводу Антуту Давайте смотреть Антуту Я установил На оригинальную Версию И Антуту С горем пополам Установили на подделку Ну и давайте Смотреть Что у нас Получается Здесь 31 тысяча Об этом Чуть позже Здесь Антуту Во-первых Запускается Каждый раз После каждого Сброса После каждой Перезагрузки Смартфона Как будто В первый раз В технических Характеристиках Здесь все Так как в оригинале То есть Показывает Что 6592 Проц Что HD экран Что 2 гига У нас Оперативки Что процессор У нас С частотой 1.7 Мегагерц Какие у меня Результаты Получились Тесты я делал 30 тысяч Выдает у меня Эта модель Но Каким образом Это получается Когда Антуту Тест проходит Смартфон По своей воле Антуту Закрывает Потом Клацаешь на Антуту Включаешь Его Он еще раз Как бы Открывается Закрывается На секунду И он Показывает Что Тест Пройден И 30 тысяч Баллов Но Это Не правда Это Фейк Объясняю Почему Когда Тестируется Смартфон Вот видите Вот эти Все баллы ЦПУ Рам Сколько набирает 2D графика Сколько набирает 3D графика Вот давайте Сравним Вот эти Те же самые Показатели Вот эти 31 тысячу баллов С оригиналом Значит Смотрим Первое Мультизадачность 1981 3765 Рантайм 877 1600 В два раза Больше ОЗУ Оперативная Память 592 677 ОЗУ Здесь Показал 36 44 11 96 То есть Я надеюсь Вы уже поняли Что Вот эти Вот баллы Если их Просуммировать Он Протестировался То есть Честно Но Здесь Максимум Будет Ну 1010 То есть Ни о каких 30 тысячах Балах Здесь не идет Речи Абсолютно Это Совершенно Очевидно Если Просуммировать Вот Если хотите Можете Сделать Стоп Кадр И На калькуляторе Взять Просуммировать Около 10 тысяч Получится Может быть 12-13 Максимум То есть Разработчик Потрудился Сделать Так Чтобы Даже Сторонний Антуту Нам Показывал Не тот Результат Который Реальный Который Действительно Такой Какой Есть Итак Как же Разобраться Какое Настоящее Железо В этом Смартфоне Разобраться Можно Ну Попробовать Разобраться Можно Через CPU Z Это Программа Которая Тестирует Различные Функции Смартфона Систему Процессор И вот Что мы Здесь Видим Во первых Обращаю Ваше Внимание На то Что Настоящий МТК 6592 Он Никогда Не пишет Вот такую Частоту Работы 598 1.7 У него Частота Работы Вот такая Строго Вот такая 728 Он работает В диапазоне До 1666 То есть Все Кто Говорят Это 1.7 ГГц Это Просто Мы Округляем Ну Так Принято Говорить Также Сверху Здесь Пишет Что здесь MediaTek МТК 6572 1.7 Здесь Пишет Что здесь 8 Ядер Однако Это тоже Не так Так Как У МТК 6572 У него 2 ядра И То Что здесь Пишет 8 ядер Это тоже Неправда Далее Мы Идем В Систему Здесь Мы Видим Что Здесь Full HD Разрешение Экрана Здесь Оперативки Куча Но Если Здесь Мы Видим Что Свободно 1210 61% То Здесь Свободно 81 Мегабайт Это 4% Из Общей Доступной То По Хорошему Здесь Либо Гик Либо В худшем Случай 512 Мегабайт Всего Лишь Оперативной Памяти Теперь Касательно Разрешение Дисплея Опять же Заходим В Antutu В Antutu Я вам покажу На оригинале Смотрите Когда происходил Тест То В Antutu 2D И 3D Графика Он показывает 1280 На 720 Как только Проведу Я тест Здесь Он тоже Показывает Здесь Ральное число Но просто Вот сейчас Он сбился Потому что Вот такая Система На Antutu Здесь Разрешение 960 На 540 Как я вам могу Это доказать А доказать Могу просто Смотрите Это у нас Mobile Uncle Tools Я хочу Зайти Сейчас В проверку Тачскрина По пикселям То есть Если Разрешение 960 На 540 То и пикселей Тоже должно быть Такое же количество Вот теперь Смотрим Вот у нас Идет X Это У нас Максимально 540 Приблизительно Ну и по вертикали Это у нас Y Это 960 То есть 960 На 540 Теперь То же самое Я вам Продемонстрирую Докажу На примере Оригинального Xiaomi Redmi Note С его Настоящим Разрешением 1280 На 720 Точек Делаю То же самое Это то есть Проверка Мульти-тача По пикселям Вот По Y У нас Показывает 1280 Ну приблизительно И по Горизонтали 1280 На 720 Вот Вот это вам Плюс Сама матрица Дисплея Она видна То есть Здесь у нас Оригинальный Redmi Note Он показывает Отображает Реальную картинку Вот этот вот Экран У подделки Он Перенасыщен Яркостью И цвета Все-таки Максимально Белые Светлые То есть Ну это такое В принципе Вот это вот Основное Если вы Никогда не пользовались Этими телефонами То бывает Порой Очень Ну Стремно Покупать На Али Тем более Если Вы не Разбираетесь Тем более Если вас Легко обмануть Ну действительно Я скажу честно Если бы я Например Впервые Взял бы Эти два Смартфона И в подделке Была Хорошая Нормальная Стабильная Русская Прошивка Такая Как здесь Я бы даже Не подумал Ну Матрица Разная Ну на глаз Оно очень Тяжело Заметить Ну да Если приглядеться Если смотреть Долго То слева Видно Что все Значки И цифры И буквы Они Большего размера Так как Разрешение У нас Ниже А у Оригинального Xiaomi Redmi Note Справа У него все значки И слова Они меньшего размера Так как разрешение Больше Плотность пикселей Больше Плюс ко всему По поводу Плотности пикселей Открываем CPU Z И здесь Смотрите Плотность Точек 320 dpi Здесь Плотность Точек 240 dpi То есть Разрешение Меньше На один и тот же Размер экрана 5,5 дюймов И соответственно Плотность Будет меньше Камера тоже Хуже Я посмотрел Это очень точная Подделка Очень можно Хорошо разводить Людей Таким образом Поэтому Ребят Будьте бдительны Не покупайте У непроверенных Продавцов Потому что Китайцы Я убедился После этой копии Меня заинтересовали Копии на Lenovo Что там есть И посмотрел Что и на S820 Есть куча копий И Китайцы Научились Сделать Antutu Чтобы он Показывал Те данные Которые они Хотят вам показать А не которые На самом деле И поэтому Обмануть вас Очень легко На этом все Спасибо за внимание Если будут попадаться Мне в руки Подобные Смартфоны Подобные Подделки Копии Буду обязательно Снимать для вас Обзоры Потому что Это очень полезно Даже если вы Не закажете у нас Если к вам приедет Вот такой вот смартфон Вы уже Я думаю После этого ролика Последовательно Сможете проверить Посмотреть Все Даже Вопреки всему Тому Что все Логотипы Под крышкой Все логотипы На коробочке Все это есть Вы сможете Разобраться Где подделка А где оригинал На этом все Спасибо за внимание Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok